Красный университет Фонд Рабочей Академии В скобках Фонд Содействия Обучению Рабочих Я являюсь президентом Фонда Рабочей Академии И Ленинградское интернет-телевидение Здесь его руководитель присутствует Товарищ Пронин Который является ректором Красного Университета С проректором по учебной работе Вы познакомились при встрече Мордовин Валерий Александрович У нас есть заместитель проректора По учебной работе И он является одновременно администратором Системы дистанционного обучения Желнин Николай Русланович Работает и проживает в городе Ижевске Ну по интернету все что надо делать Вот поскольку наши слушатели, студенты Это не только жители России Но жители, во-первых, близко русскоговорящих государств Тех республик, которые раньше были республиками Советского Союза Те стали самостоятельными государствами И очень многие товарищи из тех стран В которые их занесла судьба Но оказалось, что у них есть такая возможность Поддерживать связь со своей родиной Обучаясь в нашем Красном университете Поэтому у нас есть слушатели из самых разных стран Мне однажды позвонил один товарищ из Новой Из Еландии Говорит, а вот нельзя ли вступить в рабочую партию России? Я говорю, да можно А кто у нас тут рядом есть? Я вот рядом говорю, да в Австралии там есть у вас товарищ Так что вот в современную, так сказать, такую эпоху интернета Несмотря на всякие перегородки, которые существуют В том числе политические, географические И по времени, и по пространству Созданы идеальные условия Когда некоторые, вот сейчас в связи с коронавирусом Только приступают к дистанционному обучению Ну как-то для нас, вот не дистанционные Только для вот здесь присутствующих А для всех остальных А нам сообщил Валерий Александрович, что вот 480 человек Записано в Красный университет Для всех остальных это будет обучение дистанционное Вот Что важно в этом обучении Что это обучение составляет Представляет собой не просто Потребление знаний Потому что если знания потреблять То кем будешь? Большим потребителем Вот Поэтому Все мы должны понимать Что нам нужно Целью каждому поставить Уметь воспроизвести эти знания То есть вот я лекцию прочитал А вы должны тоже уметь такую же лекцию прочитать Вот тогда это будет хорошо А если вы только Как говорится, записали то, что я прочитал Ну сейчас этим никого не удивишь Вот у вас Можете включить запись на телефоне Можете от руки написать Можете с телефона потом Через программу ее там распечатать То есть Никого вы сегодня не удивите тем Что вы можете повторить И вообще надо сказать Что русскоговорящие То есть говорящие животные есть Например Попугаи Они тоже могут В не таком объеме Конечно полтора часа они повторят Ну так сказать Главное это как раз Содержание могут пересказать Ну и человекообразные обезьяны Вороны Или вороны есть Это другая категория птиц Поэтому мы не должны им уподобляться Поэтому я хотел бы подчеркнуть Что вот семинарские занятия Где вы выступаете И выполнение работ Пусть маленьких Работ письменных Которые вы делаете А мы будем проверять И затем То есть тем самым контролируем Чтобы вы так сказать Действительно не отошли от От истины в этом отношении Это очень важно И поэтому Экзамены очень важны Вот в конце мы Выдаем диплом Диплом выдается В электронной форме То есть вы хотите Его потом пойти И распечатать Там все будет Там подписи будут стоять Портреты соответствующие Все в порядке Занятие у нас закончится В мае следующего года На первом отделении Потом мы думали А дальше что? Ну как вы понимаете За год-то все не изучишь Ведь диплом-то мы вам дадим Но вы же должны понимать Поэтому значит у нас есть Второе отделение Это что значит? Дальше вы самостоятельно изучаете Науку логики Которую можно изучать Не год, не два, не три А можно и десять лет Раз Вы должны три тома капитала изучить И вот полное собрание Сочинений Ленина Сейчас ну можно сказать На глазах Один из наших коллег Взял на себя такую обязанность Изучить пятьдесят пять томов Ленина Ну с обсуждением Каждого прочитанного тома На телевидении На канале Академия смыслов Лоббева Вот и Ну я поддерживаю это начинание Потому что я в свое время прочитал Там скажем у нас Александр Сергеевич Казенов Прочитал Виктор Иванович Галко Который будет у вас читать Тоже полное собрание Сочинений прочитал Золотов Александр Владимирович Которого мы будем просить Где-нибудь вот записать Может быть сделать по скайпу Такое занятие В том помещении В котором у нас пойдет Начиная с третьего Занятия Причем занятия у нас будут Проходить таким образом Повторяю Один час лекции Потом десять минут перерыв И после этого Десять После этого пятьдесят минут У нас остается Для ответов на вопросы Или для других Каких-то занятий Связанных с необходимостью Именно эти вопросы Обсудить вот именно сейчас Вот таким образом По орг вопросам есть какие-то еще у нас Нет пока Тогда я объявляю первую тему Философия И проблема Истины В марксизме Ну вот если мы поставим Перед собой вопрос Что такое марксизм То первый и самый короткий вопрос Будет Материализм Ответ Материализм Ну естественный вопрос Следующий Какой Диалектический А диалектический Надо применить Только к В природе Или к обществу А если вы будете Рассматривать Диалектический Материализм Примененный К обществу То это будет уже Не диалектический Материализм А исторический Материализм Или можно сказать Что действительно Это будет Диалектический Материализм Но это Будет диалектический Материализм Уже Обретший форму Получивший форму Исторического Материализма Наиболее ярко Хотя во многих произведениях Маркса и Энгельса можно прочитать про исторический материализм, особенно в немецкой идеологии, в их совместном произведении, в довольно раннем. Но вот наиболее ярко у Энгельса в работе происхождения семьи, частной собственности и государства. Я очень ее рекомендую, потому что настолько он ясно и популярно это все излагает, настолько богатое изложение, охватывающее такой комплекс вопросов. То есть он как бы нас ведет от первобытно-общинного коммунизма и аж доводит до капитализма. И все это вот в такой тоненькой небольшой книжке, увлекательно написанной происхождение семьи, частной собственности и государства. И актуально сегодня, потому что сегодня, когда говорят, что можно образовать семью двум женщинам, двум мужчинам, можно человеку с собакой, кошке с градусником и так далее. То есть, ну вот скажем, понятие любить, ведь у нас очень широкое, детей можно любить, можно любить чай, можно любить пиво, можно любить кино, можно любить игры и так далее, и так далее. Вот, поэтому если, так сказать, не забывать о том, не стоять на материалистической позиции, то тут какая-то каша и, так сказать, такой произвол. Как бы сказал Гегель, произвол, то есть мало ли кто кому что взбредет на ум. Энгельс говорит, что в основе половой любви стоит воспроизводство человеческого рода. Это фундаментальное положение. Вот это, с этим связано, соответственно, образование семей. А игры в то, что вы будете семьи образовывать по другому принципу, они с воспроизводством человеческого рода не связаны. Тогда, значит, начинаются поиски каких-нибудь там матерей, которые являются не естественными, а суррогатными. Потом эти несчастные дети, которые никак не могут понять, почему у всех есть папа и мама, а у меня два папы или два мамы. И причем из них один, так сказать, как бы усыновляет или дочеряет, а другой нет и так далее. То есть я хочу сказать, что вот эта работа, она и с этой даже точки зрения актуальна. Поскольку она, этот вопрос о семье, которая, между прочим, была не моногамная раньше, а полигамная, это гораздо круче, чем то, что сейчас предлагают, изображают. Когда считалось, что все, так сказать, все женщины – это, так сказать, жены всех мужчин, а все мужчины – это мужья всех женщин общины и так далее. И дети, соответственно, были общие. Люди, не дочитавшие до конца, поэтому рассуждают про то, что у коммунистов, говорят, за общность жен. Поскольку тактиит Энгельс пишет об этом в самом начале книги, а как о большой древности, что было 90 тысяч лет назад. Причем первобытный коммунизм, первобытный коммунизм существовал именно 90 тысяч лет, а после этого первобытного коммунизма всего-то сейчас 2020 год. Ерунда. Ерунда. Это вообще-то ничтожно малое количество времени. И, прочитав эту книгу, которая является ярчайшим выражением исторического материализма, она доводит нас от первобытного общинного коммунизма до современного капитализма. Дальше читайте Ленина, товарищи. А Ленина еще читать чем хорошо? Что он еще был пропагандистом большим. А раз он был большим пропагандистом, то не может быть такого, чтобы его не усвоил то, что он пропагандировал. Это нужно уже быть совершенно, так сказать, неспособным человеком. Потому что, поскольку ему нужно было убедить всю Россию, как говорил Ленин, мы Россию убедили, мы ее отвоевали у богатых, для бедных, и теперь мы должны Россию управлять. Ну так, чтобы убедить, нужно и раз повторить, и два повторить, и три. И невозможно, если вы читаете подряд, невозможно это ни разобрать, ни запомнить, ни усвоить, не напрягая свой мозг. Потому что зачем его напрягать, когда такие интересные вещи так интересно излагаются. Ну вот сейчас мы уже записали там 17, обсуждение 17-го тома, на очереди, нет, 18-го уже записали, там, материализм и перекритицизм. Ну, товарищ раз в неделю, так сказать, читает том и пишет. Это у нас, вот, скажем, товарищ Левчук, который издает у нас, является заместителем главного редактора газеты «Народная правда», выпускает спецвыпуски, вот, в том числе и спецвыпуск Красного университета, он тоже прочитал полное собрание сочинений. Я знаю, что товарищ Турушев из Тюмени прочитал, то есть таких людей уже очень много, и это, так сказать, не нагрузка, я бы сказал, удовольствие читать. Читаешь все и читаешь. Но лучше прочитать 10 томов подряд, чем 15 томов в разнобой. И люди немножко знакомы с диалекцией, понимают, что надо видеть, как в развитии, как шло развитие исторической видимости философии, политэкономии, научного социализма. А если вы это не будете брать в живом развитии, у нас будет то, что, вот, к сожалению, было в Советском Союзе. Был философский факультет, там занимались философией. Был экономический факультет, там занимались политэкономией. Ну и все это разошлось. А там была отдельная кафедра научного коммунизма, а научного социализма вообще не было. Но научного коммунизма вы таких слов у Маркса, Энгельса и Ленина не найдете. Нет таких. Это придумал Суслов Михаил Андреевич, когда изменили программу партии, так сказать, реализовали ее. И всем объявили, что скоро будет уже коммунизм. Сейчас через 10 лет будет первая фаза, а потом будет вторая фаза. Хотя, на самом деле, с какого времени в Советском Союзе была первая фаза коммунизма построена? С 1936 года, с середины 30-х годов. То есть это и безграмотность, с одной стороны, и шарлатанство. Ну, тем не менее, вот так бывает в нашей жизни. Поэтому мы должны быть от этого защищены. Как защититься от вот этой каши? От бездоказательностей. Ну, вот защита состоит в том, чтобы следовать логике исторических событий. Логике. Потому что если вы будете вообще историю изучать, можно в ней погрязнуть. И остановиться, и не дойти. Ну, а остановиться на изучении Ленина, что тут проблема? Изучай, да изучай. Прочитал, и всё. От этого ещё никто не умирал. Я, например, не был специалистом ни по каким общественным наукам. Я начал изучать Ленина. Ну, в силу того, что мне не нравилось, что мне всё время не поучают. Говорят, а вот Ленина так, а у вас не так. Да я прочитаю вашего Ленина. И начал читать, и прочитал, и почувствовал себя другим человеком. Нет такой проблемы. Ну, это задача второго отделения. Поскольку я не сомневаюсь, что вы закончите первое. Будете на втором отделении. И, конечно, никто не должен сидеть с вами. Ну, вы и так, вам Ленин будет всё это подавать. Чего ещё надо? Кто ещё должен быть? А у нас с вами начальный курс, первый этап. Год, ну, меньше года. Начинаем в октябре, заканчиваем в мае следующего года. А кто что-нибудь напишет, пришлёт нашим преподавателям, мы вам отпишем, что у вас хорошо, а что лучше бы убрать. И так далее. Если вы хотите. То есть мы с теми выпускниками, которые ведут сами уже соответствующую работу, в том числе пишут что-то или выступают с чем-то. Вот на Ленру у нас есть товарищ, который, когда кончил Красный университет, регулярно выступает. Очень хорошо. Прекрасно. Ну, и так сказать, и в других местах. Потому что у нас много как бы таких самопальных всяких блогеров на сегодняшний день, которые нигде ничего систематически не изучали, и всё что-то вот пытаются кого-то учить. Ну, это неплохо, если человек хочет учить, но надо научиться самому. Было бы, конечно, хорошо. А точек зрения, ну, это же кашеобразность, точки зрения, так сказать, можно сформулировать, это субъективизм чистый. У меня такая точка зрения, что вот левая часть крокодилы, а правая часть змеи. А вы скажете, а у нас точка зрения, что вы таракан. Ну, и всё, и мы поговорили. Ну, я надеюсь, что никто не обиделся. Но просто вот у нас такая картина сейчас, такая кашеобразность присутствует в нашем общественном сознании. Мы должны из неё выбираться. Выбираться будем систематически, потому что у нас научные курсы. Наука есть, первое её определение – система знаний. Наука – это система знаний. Вот если я много-много-много-много-много-много знаю, кто я? Потребитель знаний. Что это вы так меня обозвали, потребитель знаний? Эрудит. Эрудит. Вот спасибо. Какая-то приличная каша, культурно так я выгляжу. А есть просто известное вам слово, жалко вы не употребили его – знахарь. Вот знахари – это люди, они действительно знают, какое нужно, какую травку взять, где, когда собрать, что от чего, когда что болит. Это же знахари. Это люди, которые много чего знают. Но это наука или нет? Нет. А наука – это система знаний. А что такое система? Система имеет начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. И таких наук не очень много. Вот, скажем, медицина, к сожалению, в силу, я об этом еще и Гегель говорил, в силу сложности материала, она пока не стала такой наукой. Поэтому там вот сейчас узнали, появилось еще вот это, а теперь вот это. И как, что с этим делать, мы не знаем. Давайте не будем ходить в парки и в сады. То есть давайте уменьшим площадь, на которой будут двигаться горожане, и будем бороться со скученностью. А как вы думаете, если со скученностью бороться, так как бы надо наоборот, бы еще чего-нибудь открыть, где ходить? Нет, давайте мы закроем. Или давайте метро сделаем до десяти, чтобы там в вагонах побольше народу было. Потом смотрим, а что у нас нарастает? Давайте мы поезда, вот я выезжаю там регулярно в разлив, давайте пять поездов в день отменим и посмотрим, будет в вагонах меньше сидеть людей или больше. Мы же хотим, чтобы они, так сказать, не контактировали. Сейчас вот помалкивают насчет закрытия садов и парков, потому что ничем это нельзя объяснить, причем на сайте Минздрава написано было, на свежий воздух выходите, гуляйте. А эти бедные, несчастные, пожилые люди, они сидели дома, и сейчас они выходят как разбитые параличом. И, так сказать, идут они, попадают еще и во вторую волну. Это кошмар. Наука – система знаний, которая имеет начало, как неразвитый результат, результат, как развернутое начало. Если удается так построить, это вот система, а если не удается, то это не система, это набор всяких полезных сведений. Набор полезных сведений наукой и является. Вот марксизм представляет собой науку. Начинаем ее и рассматривать, как она устроена, как наука. Значит, эта философия марксизма – это диалектический и исторический материализм. Можно сказать, диалектический материализм, или просто сказать, материализм. Потому что материализм, естественно, современный, это и диалектический. Во-вторых, если он материализм, то он применяется и к природе, раз это всеобщая наука. Потому что философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Раз это наука, то тут, если вы сказали, что материализм, так имеется в виду, что должно быть развернуто во что? Наука о чем? Это наука. Это материализм, примененный и к природе, и к обществу. Примененный только к природе, ну, мы можем сказать, что это диалектический материализм, не развернутый еще до исторического материализма. Ну, а если он еще применен к истории человечества, то он становится диалектическим и историческим материализмом. Или просто материализм всеобщий. Всеобщий, современный материализм – это диалектический и исторический материализм. А раз он стал историческим материализмом, то, значит, в основе, то он дошел до такого положения, что в основе всего развития человечества и лежит, как лучше всего написано у Энгельса в той книге, которую я тут вот пропагандировал, производство и воспроизводство непосредственной жизни. В основе всего развития человечества лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А что такое производство непосредственной жизни? Я думаю, что все должны понимать, что прежде всего это производство человека. Потому что все мы с вами по своей природе, так сказать, по сущности бессмертны, но как физические единицы. Мы бессмертны только в том плане, что когда нас не будет, то все, что мы хорошее сделали, останется навечно. И мы будем тем самым жить вечно в памяти народной. Ну, кто больше сделает, тот больше будет и жить. И шире будет. На широкую ногу будет жить. Вот там товарищи. Такие люди, как Чайковский, Битхойн, их все время исполняют. Да разве кто-нибудь столько исполнял их тогда? И весь день записаны они. И люди воспроизводят. И так, и всякое. Или там художники. Ну, разве художники? Ну, они вам показали своим знакомым. А сейчас эти выставки, так сказать, они переезжают там, они бы вот без всяких переездов сняли их и показали. И так далее. То есть человек, поскольку он по своей природе общественный человек, и сущность человека общественная, или сущность человека животная. Но мы же кушаем. Общественно. Общественно. А так, если смотреть, кто больше съест, то у слона слон больше съест, чем мы. И вот интересуются люди, вот нигде не написано, а чего Ленин, собственно, ел? А ничего. Я вот прочитал полное собрание сочинений и воспоминания Ленин. Ну, ничего не написано. Ну, что было, то ел. Разве в этом дело? Вот что делал, да. Вот это вот, это известно хорошо. Так. Ну, раз производство непосредственной жизни, то эта непосредственная жизнь состоит из двух частей. Это производство самого человека и производство необходимых для жизни благ. А именно, каких? Это нужно иметь пищу, одежду и кровь над головой. Жилище. И вот это производство материальных благ, то есть производство тех благ, которые нужны для жизни, которые, так сказать, развивались, и, соответственно, и круг благ, которые нужны для жизни, тоже развивался, оно постепенно вышло на первое место. Никуда не делось производство непосредственной жизни. То есть если перестанут женщины рожать или семьи не будут создаваться, и не будет у нас продолжения, так сказать, жизни людей, то никакие блага никого не спасут. Это горы благ так и останутся, потом истлеют. Поэтому это никуда не, так сказать, первая предпосылка никуда не делась. Она входит в понимание исторического материализма. И семья исторически изменилась. Она потом, тот, кто будет читать или прочитал Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», он, так сказать, увидит, что она дошла до такого состояния, особенно строго, чтобы было, чтобы никто никакую на сторону не ходил, потому что тут в связи частная собственность, делиться надо и так далее. Но сейчас ведь придумали еще, вот уже новые люди, новое в наше время, что есть, кроме заключения брака, еще можно заключить брачный договор. Что вот мы с вами тут женимся, вот, но в случае чего у меня остается фабрика, а вам двухкомнатная квартира. А вот эти в советское время дураки, они там пополам делились. Вот теперь хорошо стало женщинам, красота. Но есть и женщины-капиталисты. Может быть, и обратный вариант. Как вот там жена Лужкова-миллиардерша. Не знаю, как, чего там достанется Лужкову, в случае чего. Неизвестно. Скажут, вот ему автомобиль и домик. То есть семья оказалась в зависимости от того, воспроизводство человеческой жизни, в зависимости от того, как развивается общественное производство и какое оно проходило, этапы. Этапы нам всем с вами известны, но поскольку у нас задача, так сказать, связана с кратким изложением, я бы мог всю историю изложить очень кратко. Так, значит, сначала был первобытно-общинный коммунизм. Потом произошло его отрицание. Рабовладение, хеодолизм, капитализм. Потом отрицание. И этого отрицания. То есть снова коммунизм, но уже обогащенный всеми достижениями, полученными человечеством, в лоне частно-собственничьих формаций. Когда люди спрашивают, а что будет после коммунизма? Уже не может быть ничего после коммунизма, потому что уже это второе отрицание. Вот был первый коммунизм, тогда можно было спрашивать, что было. Но нас тогда не было. И опоздали вы же с этими вопросами. На 90 тысяч лет. А вот что, значит, будет после коммунизма? После коммунизма. Будет дальнейшее развитие коммунизма. Потому что, что значит, почему Маркс и Энгельс такую вот мысль сформулировали, что все наше учение может быть выражено одной фразой. Это для тех, кто хочет меньше учить, больше знать. Уничтожение частной собственности. Вроде, бери молоток, уничтожай частную собственность, и все. А что такое? А как можно уничтожить частную собственность? Только по строению, созданию общественной собственности. Но эта общественная собственность должна быть на основе отрицания той частной собственности, которая уже имеется. Без потерь в плане развития технологий, развития производительных сил, все производительные силы сохраняются. И меняется только форма производства, производственные и другие общественные отношения. А производственные отношения представляют собой базис. А на базисе высится политическая и идеологическая надстройка, и поэтому ничего в этом смысле не теряется, а вот теряется наоборот, у нас много потерялось, когда поползли события назад в России, но они также могут поползти не с этапа социализма, а с этапа полного коммунизма. Я сказать, у нас полный коммунизм, не надо уже думать, как это укреплять и сохранять общественную собственность, тем более государства тогда не будет, то есть никто не будет насилием сохранять. А тут вдруг появились люди, которые стали это растаскивать, и все дальше и больше. Может такое быть? Разве при коммунизме, так сказать, не будет отрицания, будет только утверждение? Тоже может быть. Если люди не создают такие органы, или такие приемы, или средства для защиты общественной собственности от тех, кто будет против него выступать, они скатятся куда? К социализму. А к социализму уже дорогу мы знаем, мы уже по ней прошли. Куда дорогу от? Переходный период? В переходном периоде, вот мы с вами жили, переходный период у нас от коммунизма в первой фазе до капитализма был с 61-го до 91-го года, 30 лет, и 30 лет живем уже при капитализме. То есть, как много мы знаем, и на своей шкуре, как много мы все осознали. То есть, Россия самая богатая, страна во всем мире. Ну, никто такого опыта не имеет. Никто. Поэтому у нас такая и свобода. Ну, кто может нам запретить пропагандировать марксизм? Тем более, что в этом, в Конституции, там, вот ее меняли, даже поправки были. Я уже не говорю о том, что за нее никто и не голосовал изначально, но за поправки уже голосовали. И что? Есть у нас господствующая идеология? Ну, поскольку у нас вот, кроме нашего университета, такой пропаганды широкой нету, то я думаю, что господствующая идеология скоро будет у нас марксизм. Потому что это прочная наука, там, развитая, все это, великие люди ее создавали, гениальные. А эти вот пройдохи, которые там придумывают новые штуки, говорят, новое общество у нас. Ну, что нового-то? Ну, что нового? Цены растут. Что у вас тут нового? Безработные у вас. Что нового? Работаете, пишете, что украли, что 8 часов в день надо работать. Еще осталось 40 часов в неделю. Норовят как бы это украсть. Что вы больше работали, меньше получали. Что вы тут нового нашли? Ну, производительные силы, они всегда развиваются. Это хоть неважно, какой строй. Хоть капитализм, хоть что, при раблодении не развивались? Развивались. Что не строили водопроводы? А знаете, какие там дворцы есть? Кто был в Греции, Акрополь, это же вообще красота. А сейчас он построит, весь город застроен коробками, причем бетонными, которые не дышат. Но зато они позволяют быстро получить деньги всех, кто ждал. Вот на площади Светлановской стоит дом, дом был ввести, должен был ввести, введен в 2010 году. А сейчас 2020 год. И уже там, ну, все вроде как стоит, только ничего не подключено. А что теперь подключать уже? Значит, естественно, там ни электричество, ни канализация, неутилизация, все это дело, все это уже кругом застроено, что же там делать, все переворачивать. Бедные люди. И мы это наблюдаем в широких масштабах. Стоят памятники того, что, как у людей обворовали. Или как в Москве, Полонский такой, знаете, такой хороший человек, со своим приятелем, собрали 7 миллиардов рублей и рванули в Камбоджу. Там в Камбоджу сказали, ну что, вы там, конечно, воры, мы вам можем дать камбоджийское гражданство, давайте миллион долларов. Они возмутились и стали бузить. Тогда их сказали, тогда пошли вон и выгнали их куда? В Россию. И тут я видел по телевидению выступает, это Полонский, как ни в чем не бывало. Не бывало. А где 7 миллиардов? А все. А этот, который брал деньги, Мавроди, ну деньги-то он не отдал ведь никому. Сначала брал по бумажкам, потом уже без бумажек ему сдавали. Ну для чего народ, это первобытно общинный у нас в этом смысле. Как из дикого племени отдают всяким проходимцам деньги не за грош. Откуда у них такие деньги, которые так легко отдают? Вот. Так что, исторический материализм, вот вершина материализма на сегодняшний день. И эту вершину никто не превзошел, и ничего, и, так сказать, никаких конкурирующих нет учений. То есть много всяких разных учений, но они конкурируют совершенно не могут. Ну вот там пишут, каждый может взять, написать что-то такое, книжку. Ну это всякая ерунда. Системы знаний нет. Нет. И поэтому, вот кого вы можете, кто может сказать, а вот такой-то, там, нобелевские премии дают. За что? Ну, за что-то дали. Неизвестно за что. И никто это не распространяет, а нечего и распространять. Ну вот, тогда встает вопрос, раз в основе общественного развития лежит производство, производство непосредственной жизни, то надо изучать экономическую основу общества. Первое произведение Энгельса, которому вот в этом году исполняется 200 лет, называется «Положение рабочего класса в Англии». Очень вам советую взять первый том собрания сочинения и прочитать. Это молодой Энгельс. Папа у него фабрикант, он человек богатый. Но вот молодой Энгельс, который начитался Гегеля и, так сказать, проникся, хотя Гегель, как вы понимаете, отнюдь не коммунист, но проникся, так сказать, тем, что надо, так сказать, думать об обществе. Он пишет предисловие к своей книге. Я оставил салонные разговоры, красное вино, и на два с половиной года поехал в первую страну капиталистического мира, самую богатую и самую прогрессивную. И прожил там вместе с рабочими это время. И написал эту книгу, и написал, как живут эти самые рабочие. Это страшное дело в той стране, которая является у нас цивилизованной. Но сейчас уже лучше гораздо живут. И Энгельс дал почитать своему другу Марксу, который тоже был младогегельянец и первоначально был идеалист. То есть, раз младогегельянец, вот вы-то тут материалисты все или есть? Идеалисты есть? Никто не поднимает руку. Куда делись-то все идеалисты? В общем, нет у нас идеалий. А Маркс и Энгельс были идеалистами. То есть, вы гораздо уже выше стоите, чем Маркс и Энгельс. Но они, когда прочитали Фейербаха «Сущность крестьянства», раз и перевернулись. И стали материалистами. И вот, а когда Маркс прочитал Энгельса, вот это вот, положение рабочего класса в Англии, он решил заняться политэкономией. Раз политэкономия основала всего и основа исторического материализма, они исторического материализма меньше, вместе вырабатывали с Энгельсом, то он решил написать книгу «Критика политической экономии». И надо сказать, что это вот название подзаголовок остался к «Капиталу», но уже это не «Критика политэкономии», это совершенно свое фундаментальное произведение, которое имеет начало, что началом политэкономии является? Товар. Правильно, вот видите, как Маркс отвечает. Больше не спрашиваю. Все, раз вы знаете начало, а начало это не развитый результат, дело пошло. Товар. И так это развертывается до третьего тома «Капитала». Хотя Марксу удалось дотянуть издание только до первого тома. и когда он вдруг узнал, что в России, которую они с Марксом критиковали не раз за реакционность, что оказывается первой страной, которая перевела капитал Маркса на иностранный язык, с немецкого, оказалась Россия. И тогда Маркс и Энгельс поняли, что вот оказывается на кого надежда. И они поменяли, так сказать, свое настроение очень сильно. Раньше они видели только эту царскую Россию, которая душила в Европе всякое революционное движение, а теперь они увидели, что здесь есть даже предпосылки к тому, что используют даже российскую общину для того, чтобы переходить к социализму. Маркс написал «Капитал» — это политэкономия. Это вторая часть марксизма. Или второй момент. Почему? Я думаю, тот, кто читал науку логики или немножко изучал диалектику, он будет не слово «часть» употреблять, а слово «момент». Потому что вот «части», как пишет Энгельс в своем соответствующем месте, лишь у трупа. Ну вот у вас рука есть? Где она начинается? Где начинается? Рука ваша где начинается, левая? С плеча. С плеча? А что, умерла рука? Нет. Ну как кровь у вас откуда идет? Это у вас живая рука? Да. Только она с кровью? Да. А кровь откуда идет? С плеча? Нет. А что тогда вам не раз? Что вы нас пытаетесь тут запутать? Анку, пальчиком пошевелите. Это откуда команда пошла? Отсюда. Ну так где у вас рука начинается-то? Ну вот, видите, как хорошо. Товарищ, как все нам объяснил. То есть, если дохлая рука, ну деревянная, то да, она вот тут прицепляется и тут, так сказать, и прочее. Если она движется и деревянная, то у нее в кармане там есть батарейка, там моторчики есть, все, но если живая, то, наверное, отсюда. то есть, части, говорите, лишь у трупа. Какие части? Все это моменты одного целого, моменты. Нельзя, как вы можете отделить, если это живое что-то? Из этого не следует, что не надо заниматься патологоанатомией, потому что там люди, которые являются профессиональными медиками, они должны что делать? Тренироваться, делать хирургическую операцию. Вот скажите просто, вы хотели бы, чтобы на вас на первый тренировался этот молодой хирург? Или он уже 20 трупов порезал, там он все перепутал, ему потом объяснили, что это не надо было тут резать, надо тут снова зашить, вот там это дело сделать. И тут вот раз-раз он вам все зашил, и вы пошли. Вы что предпочитаете? Вы предпочитаете, что пускай они там режут эти самые трупы. Но там части. А вы тут нам что разлагали, что вы хотели подсунуть? Но потом вы признались все-таки, признались, что это у вас живая рука, а хотели выдать ее за дохлятину какую-то. Не хорошо. То есть моменты целого. Поэтому эта самая политэкономия, она выросла из чего? Ну, из, так сказать, необходимости этот исторический материализм обосновать глубоко. И, ну, Маркс его обосновал таким образом, что он построил научную систему политэкономии, где есть начало там товара, и вплоть до третьего тома капитала идет. Но доделывал это Энгельс. Там есть его поздние фотографии, он в очках, подслеповатый. И второй, третий том, вот такие, а второй это не такой уж большой, а третий том громадный, доводил до издания Энгельс. Вам приходилось такой толщиной том доводить кому-нибудь до издания? Мне не приходилось. Ужас. Ну, уже вы понимаете, нельзя просто вывалить. Там есть какие-то недостатки, недосказанные, обрывки, и потом это не может любой доводить. Вот Энгельс может доводить Маркса, потому что они вместе писали, у них есть общая переписка, общие позиции, общие взгляды, и они товарищи по борьбе. Вот это получился второй момент марксизма. Второй момент марксизма это политическая экономия. Она выражена в трех томах капитала Маркса. А что касается диалектика как таковой, она выражена в науке логики Гегеля. И такие люди, как Маркс, однозначно говорили, как они относятся, вот как Маркс говорил, как я отношусь к Гегелю. Очень просто. Гегель мой учитель. Учитель. Ну, раз он учитель, то, естественно, науко-логики это вот книга учителя, значит, надо ее изучать. Инглес уже нигде не говорил, что вот он бы там на нескольких на двух печатных листах изложил бы содержание, как в одном месте Маркс написал. Написать-то написал, а попробуй изложить. А два печатных листа, это печатный лист 24 страницы, 48. Вот сейчас народ смеется, у меня там на Академии смысла описан ролик, там, диалектик в кратком изложении, 4 часа 20 минут. Народ там смеется, говорит, в кратком изложении, 4 часа 20 минут. Еще краткое. Ну, действительно краткое по сравнению с масштабами, с объемами и так далее. Короче говоря, вот Маркс сделал, превратил в науку политическую экономию, и эта политическая экономия является основанием экономическим марксизма. и в этой же самой политэкономии содержится доказательство того, что передовым классом нашей эпохи является какой класс? рабочий класс. Ну, кто это доказал, это Маркс, и никто это не может опровергнуть. Хотя желающих кого-нибудь прибавить к рабочему классу. Вот вы варите молочный суп, вам говорят, давайте туда селедку положим, или давайте туда, а селедка вкусная вещь, отдельно, когда селедка приготовлена, разве это плохо, что ли? Ну, зачем молочный суп делать? Ну, не надо засовывать, куда попало, что попало, если вы что-то делаете. Есть рабочий класс, а есть интеллигенты. Ну, вот Маркс, он рабочий, ну, что, он плохую книгу написал, что так его не уважать? Ну, и никто, кому только сумасшедшие будут вставлять Маркса в состав рабочего класса. А Энгельс, ну, у него папа фабрикант, Энгельс вы что, с ума сошли? У меня папа фабрикант, вы меня хотите в рабочий класс. Или вот у нас тут Владимир Александрович Кучук организовал наше вот это все занятие, снял это все и будет у нас читать лекции. Он очень, так сказать, продвинутый программист, но ему в голову не приходит заявлять, что он рабочий. Ну, понятно, это дело, потому что чем имеет дело программисты? С чем? С программами. А программа что? Это последовательность действий где? В какой сфере? Духовной или материальной? В духовной. Но вот эти действия в духовной сфере необходимы для того, чтобы совершались потом действия в материальной сфере, потому что без программы, скажем, станок с ЧПУ не будет работать. Но станок с ЧПУ сидит рабочий, который следит за тем, чтобы эта программа реализовывалась, потому что если там что-нибудь, барахлит, ломается или останавливается, он ее налаживает и снова запускает. А там расписано, что, зачем, как, в каком порядке и так далее. Последовательность здесь. Это запись. Я вот программистом не был, но программы составлял, потому что у нас, я окончал математико-механический факультет, у нас такой курс был, мы должны были на ЛГОЛе 60 писать всякие программы. Ну, что-то и текст там полуанглийский со всякими там штуками. А самое страшное, когда ты программу составил, а надо идти, когда компьютеры были не такие, как сейчас, а большие были машины, и сидели и девушки набирали, делали верфокарты. Набьют эти верфокарты, а потом приходят, приходишь туда, говорят, у вас не прошла программа, а что, ошибка первой зоны. Где-то, значит, запятую не поставили, еще что-то не сделали. Машина же, она не допускает того, что вы там где-то что-то наляпали, и все получилось. Потом раз, прошло, переделал, ошибка второй зоны, значит, по содержанию неправильно. И так ходишь, думаешь, не получишь, не получишь зачет, не получишь зачет, не получишь стипендию, не получишь стипендию, и до свидания. Ну, у нас считали, что машина – это бревно, железо. Но программы, так сказать, они тут необходимы для этого. И вот люди, как бы впервые это узнали, и вот пытаются, значит, программистов засунуть в состав рабочего класса, еще кому-нибудь. Ну, Ленина можно засунуть в состав рабочего класса? Это какая-то ахинея просто. Или Сталина. Ну, никак уж он нельзя их. Сталин духовную семинарию закончил. Ленин закончил Санкт-Петербургский государственный университет экстерном. Сейчас такого экстерного вы даже захотите, чтобы сдать, не дадут. Нет, сидите, занимайтесь онлайн. И стал юристом, помощником присяжного. На все, пятерки дал, получил. Помощник присяжного дает. Тем более, он дворянином был с 16 лет. Ну, как вы дворянина в рабочий класс занесете? Вот сейчас какая-то болезнь. Вы откроете интернет, все думают, кого еще записать в рабочий класс? Что тут записывать? Кто создаёт непосредственно материальное благо? Надо здесь главное слово какое? Непосредственно. Я непосредственно пользу приношу, непосредственно нет. А посредственно да. Ну, это разные вещи, да, а посредственно, а средствами производства люди работают. Всегда надо смотреть, а кто непосредственно производит материальные блага, а кто, вот врачи, они же вас лечат, человека. Чего еще может быть выше? Или там наш брат преподаватель, мы лечим людей, в кавычках лечим, пытаемся им что-то объяснить, кого-то запутали. Это другое совсем дело. Надо различать. Мы вот с профессором Золотом написали специальную книгу, которая называется «Философия производительного труда». Она вышла в Нижнем Новгороде, в Верхнем Волжском издательстве. Она есть на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, может с ней познакомиться. Там мы все эти варианты разобрали с учетом третьего тома «Капитала», потому что там Маркс показывает, что есть труд производительный в смысле производства материальных благ, есть труд в смысле производства товаров, это уже меньше, не все материальные блага производятся как товары, а есть труд в смысле производства прибавочной стоимости, это уже капиталистически организованный труд, а есть труд в смысле того, что он приносит прибавочные стоимости, вот пивечка ее, она поет, значит, народ собирается, с них, так сказать, с этого народа берут часть стоимости и приносят капиталисту значительную сумму. Футболисты играют в футбол, на самом деле это те люди, которые приводят на стадион, вот у нас 60 тысяч человек, по 5 тысяч если брать за билет, а там и больше билета бывает, и дороже, особенно в чемпионат мира, когда было, ну вот как умножить, 5 тысяч на 60 тысяч, за вечер получается 300 миллионов, 300 миллионов, поэтому этим футболистам отдать по полтора миллиона, пусть идут, играют в мячик дальше, весь смысл их игры уже теперь в том, чтобы они собрали этот вот зал, соответственно и артисты нагнать туда, кого там, Галкина возьмем, Пугачеву, Киркоров, кого, Болгарин у нас есть, Киркоров, Киркорову позвонил Киркорову, так, за вечер полтора миллиона, пойдет, ну хорошо, проезжай, а вы чего там будете, сколько вы заработаете за вечер, да вообще вы бедняки, ничтожество и так далее. То есть это перераспределение, это все перераспределение расписано в капитале Маркса, не буду об этом больше говорить, чтобы у вас не портить впечатление от третьего тома капитала, но лучше его читать после второго, как вы понимаете, лучше вообще не заглядывайте вперед, это неправильно, потому что надо смотреть, как выводится выведение, вот очень важно. И вот, скажем, поставить вопрос теперь можно такой, а что сделал вообще Маркс? Вот что он сделал? Можно я, как, так сказать, положено в науке? Ну что-то я должен заценировать хоть что-нибудь, документы. Вот Маркс, письмо Иосифу Вейдемейеру и товарищу в Нью-Йорк, сейчас все, что в Нью-Йорк, очень уважаем, так сказать, уважают, в Америке же у нас там все хорошо, Лондон, из Лондона, все это все англоязычное, так что красота, 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. То есть, вот и все, что сделал Маркс. Трудно изучить Маркса? Ну, если кратенько. Если кратенько, то вот читайте письмо и все. Отсюда, кстати, вытекает, что вот его работа политэкономическая явилась глубоким обоснованием учения о диктатуре пролетариата. Это позволило Марксу и Энгельсу разработать третий момент марксизма, который называется научный социализм. Кто подготовил первый вариант коммунистического манифеста? Кто из этих двух товарищей, двух друзей? Энгельс. Да, принципы коммунизма такая есть работа, раньше написаны. Ну, потом подсоединился Маркс и написали. Но в этой работе, в коммунистическом манифесте, нет еще учения о диктатуре пролетариата. Правильно? То есть, еще они долго до этого, так сказать, доходили. Сами. Поэтому, когда у нас кто-нибудь из учащихся Красного университета не сразу доходит, мы говорим, ну, вы прямо как Маркс и Энгельс. Никак не могли дойти до диктатуры пролетариата, а потом дошли. Ну, Ленин-то, Ленин тоже не сразу дошел. Могу доказать. Если вы возьмете шестой том полного собрания сочинений, там собраны в конце приложения документы, которые говорят о том, кто и как участвовал в разработке программы, первой программы российской социал-демократии. Первый съезд в Минске, который был, было там восемь человек по созданию РСДРП, он был, всех потом арестовали, а они программы ничего нету, ни устава, ничего не разработали. Поэтому вот эти вещи сделал второй съезд. А на втором съезде была программная комиссия, было там три человека, Мартов, Плеханов и Ленин. Причем Ленин и Плеханов активно писали, и написали каждый по проекту, и за основу был взят проект программы Плеханова. Плеханов, а Мартов ничего не написал, но является видным деятелем при этом. Точно так же, как находились в 1917 году в разливе Ленин и Зиновьев, говорят, а что же они вспоминают про Зиновьев, а что про него вспоминают? Ничего не написал. Он тоже был в разливе, но Ленин написал государство и революцию, а Зиновьев все делал, Гриша, ничего. И что-то дай вспоминать про него. Он там кушал, ночевал, отдыхал. Вот поэтому третий момент марксизма – это научный социализм. Что будет делать наш Красный университет? Он будет в нашей программе заложено, что мы будем рассматривать все третие моменты, и по ним имеются и лекции, и семинарские занятия, но не так мы будем их рассматривать, чтобы у вас в голове было три части, как у трупа. А важно, чтобы в голове все-таки было единое целое. Марксизм как единое целое, как говорил Ленин, что оно из одного куска стали, а не из трех кусков. Так все-таки оно из одного куска или из трех? Вот если один кусок, его можно ковать. А если это из трех, то ковать уже нельзя. Там что-то надо и как-то… Ты вот меня спрашивал, товарищ, насчет механизмов, то тоже. Какие-то механизмы нужны свинчивать, скручивать и так далее. Это не пойдет. Вот так обстоит дело. Вот поэтому, отвечая на вопрос о том, как состоит марксизм, мы вот так представляем. Теперь остается ответить вопрос о том, что такое истина. Поскольку вы хотите истину получить или вы хотите изучать, а истина не получит, не достигнутой. Но для того, чтобы изучать истину, надо ее отличать от чего? Во-первых, от лыжи, это отрицание истины, а еще от правды надо отличать. Вот у вас недостаток есть? Это же ваше отрицание. Это правда? Ну давайте я сейчас вторую половину сейчас займемся тем, что будем ваши недостатки разбирать. Это все будет правда. И на этом мы закончим. И пусть мы будем знать, кто он такой. И все это будет правда. То есть, но правда – это не ложь, это отрицание лыжи. Но правда – это только одна сторона истинной, причем сторона отрицательной. В данном случае отрицательная. А потому что у него есть положительные качества. Поскольку я сейчас выступаю как следователь, зачем я буду про положительные-то спрашивать? Пусть и другие и спрашивают. А я спрашиваю, что вы сделали плохого? Давайте запишем. А потом вы когда-то наговорите, я потом скажу, с моих слов записаны верно. Подпишите, пожалуйста. А потом раз и вас завтра арестуют. А зачем вы в этом участвовали? Вы зачем в этом участвовали? Сказали бы, нет у меня никаких недостатков. Это было бы неправда. Но это позволило бы вам отбиться от меня. То есть, жизнь-то вся противоречивая. Во всем есть противоречие. Поэтому, когда мы говорим о том, что правда, только это правда, это означает лишь одно, что это односторонняя, одна сторона истины. Какая? А еще это большой вопрос. То есть, истина, а что тогда такое истина? А истина, об этом говорил еще Гегель, и говорил очень однозначно, истина и соответствие понятия объекту. Если вам удалось получить понятие, соответствующее объекту, вот это истина. А объект, между прочим, противоречивый, и вся жизнь противоречивая. Поэтому и понятия тоже. Только с помощью таких понятий, которые являются диалектическими, можно получить истину. А если вы диалектикой не владеете, то правду вы получите, а истины нет. И все это будет рассыпано на кусочки. Это про черное, это белое, это хорошее, это плохое. А почему оно хорошее? Вы считаете, что оно плохое. А может, это и есть вот самое ваше хорошее. А то, что вы считаете хорошим, может, это как раз дрянь всякая. Как это доказать? Никак это не доказать, если вы их разорвали сами. Нельзя разрывать. То есть, истина. А есть еще такие близкие понятия. Вот говорят, правильность. Это одностороннее понятие. А теперь достоверность. Давайте проверим, действительно ли у вас есть такие недостатки. Вот когда мы проверим, уже вы не отмойтесь. Потому что вы нам поможете, а потом уже все, мы уже это все зафиксировали. А про ваше хорошее это вот на следующем занятии. Может, кто-то будет, а может, никто и не займется. Ну, и так вы и останетесь. И так люди и попадают очень многие. То есть, это будет, когда мы проверим, будет достоверность. Это достоверно? Да. У вас ведь тоже есть недостатки, осознайтесь. Да? Давайте проверим. Проверили. Теперь это уже не просто вот то, что вы сознались. Детский человек, я пошутил. Нет, это же молодой человек. Мы вот уже проверяли. У нас комиссия из трех человек. Мы проверили, как вы говорили, все так и было. Теперь уже вы не отмойтесь никогда. Это достоверность. А если мы получим? Нет. Почему? Взяли одну сторону. А вы скажете, а у вас, товарищ следователь, нет недостатков? Ну, конечно, нет у меня. Откуда у меня недостатка? Я на такой работе, что у меня не может быть недостатка. То есть, ну, это уже некоторые приемы. А мы с вами понимаем, что все противоречиво, все. А если кто-то говорит, что у него нет противоречия, это жулик. Или просто безграмотный человек, далекий от науки, от истины. Потому что истина никогда не бывает односторонней. Истина тоже конкретна. Причем говорят, истина конкретна. Я раньше думал, истина конкретна – это значит… Много-много-много надо наговорить. Подробностей всяких. Конкретность означает только, что она не абстрактна, не разделяется, не отрывается. Положительная – это отрицательная. Больше ничего этим не сказано. Конкретная – это означает не односторонняя. И все. Вот что такое конкретная. Да, всякая истина конкретна, если она истина. Но есть еще истина, которая совсем в другом состоит. Вот вы изучили что-то, получили понятие того, что вы изучали, а теперь вы хотите то, что вы изучали, преобразовать. И вы в своей голове рождаете образ будущего. Но какой образ будущего? Такой надо образ, чтобы он включал в себя путь от того состояния, которое есть у этого вашего объекта, до результата. Так? И вот тогда истина уже является соответствием объекта, понятием. Ну как вы думаете, вот когда Монферран задумывал Исаакиевский собор, он как, он откуда-то скопировал, или у него был такой план, и потом этот план реализовали, который был у него в голове. Правда, хоть и говорят, что построил Монферран, но вот я думаю, ему тяжеловато было вот эти, особенно, колонны поднимать одному. Наверное, там помогали люди. Но помогали вот по этому, тому плану, который был. И всё там было расписано, кто, что идёт, зачем, когда, на каком этаже, что стоит, как и так далее. И что делают все архитекторы? Все архитекторы делают, что превращают мысль, но уже с помощью, они одни не могут превратить, только с помощью рабочих, строительных, и с помощью организаций соответствующих, с помощью строительства, они превращают замысел в реальность. Ну а бандиты умысел превращают в реальность. Вот это тоже. Так вот истина, это, это другая истина. Это истина в плане соответствия результата тому, что задумано. Вот два понятия истины. Либо истина, которая сводится к отражению мира, а другая истина, которая относится к преобразованию мира. А поскольку у нас по плану занятие один час, занятие истины, закончилось, и сейчас объявляется перерыв на десять минут. Так, товарищи, приступаем к вопросам. Значит, вопросы могут быть а. по теме лекции и б. любой другой, на которые желательно иметь ответ, в связи с тем, что каждому из нас приходится участвовать в разных обсуждениях, в спорах, ну и хорошо бы иметь ответы на те вопросы, которые задают люди. Так, пожалуйста, кто хочет. Пожалуйста. Встаете, называете себя и спрашиваете. Меня зовут Денис, по токену фамилии. Михаил Федорович, хотел бы в первую очередь сказать, выразить благодарность за то, что делаете организаторам, то, что пропагандируете истину. У меня такой вопрос. В книге, в той же самой, в которой вы не раз упомянули, Энгельса «Происхождение семьи, частных собственный и государство», он говорит, что публичная власть усиливается по мере того, как обостряется классовое противоречие, например, государство, и по мере того, как соприкасающие между собой государство становится больше и населенное. И для поддержания этой власти необходимы налоги, займы и госдолги. То есть, а вот при движении к социализму, то есть, это характерно только для переходного периода или при социализме и при полном коммунизме. Также необходимы будут налоги или как с экономической точки зрения все это будет подсуществовать? Ну, вопрос, так сказать, о государстве. Значит, социализм какое общество? Классовое или бесклассовое? Бесклассовое. А? Бесклассовое. Классовое. Классовое. Бесклассовое. Но рабочий класс есть. Значит, не так решается вопрос. Что такое, что такое социализм? Это коммунизм или не коммунизм? Коммунизм. Это не первая фаза коммунизма, а коммунизм в первой фазе. Видите разницу? То это не молодость человека, а молодой человек. Молодой человек – это кошка или человек? Человек. Молодой коммунизм – это коммунизм или не коммунизм? Вот я хочу сказать, что это не усвоено у нас гражданами, трудящимися, и нетрудящимися, и идеологами сплошь и рядом. То есть их разделяют, и получается две формации. Одна с государством, с классами и так далее. А вот, скажем, если вы возьмете, ну, вот тот, кто этого не замечал, хотя об этом прямо написано в таких работах, как «Критика Готской программы Маркса». Что там вообще слово «социализм» не употребляется. Что коммунизм в своем развитии проходит две фазы, две ступени. Низшая ступень – это такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя. И во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Мы бы могли ограничиться одним в экономическом. Если он в экономическом отношении имеет, то экономика первична, и тогда он будет и в нравственном, и в умственном отношении. И вот это я это разъяснял еще и в период развитого социализма. Как-то однажды выступал в Доме политпросвещения. Там сидело полторы тысячи человек. И я вот там, значит, объясняю, что вот в первой фазе коммунизма, значит, отпечатки старого строя в экономическом, нравственном и умственном. Говорю, дураков много. А там какой-то голос с галеркой. Это и видно. А тут какая у лектора стезиат. И должен сразу сориентироваться. Я говорю, и слышно. И на этом, так сказать, дискуссия завершилась. Осталось в памяти только. То есть это же, казалось бы, написано у Маркса разжеванно. Ничего тут непонятного. Понятно, что когда что-то выходит. Ну, вот, скажем вы, вас удивляет, что дети похожи на родителей. Или родимые пятна, то, что бывает. Ну, родимые пятна бывают же. Ну, что делать? Или, скажем, берем работу Ленина «Государство революции», где он использовал этот материал. И он эту книгу писал в разливе. В 1917 году. Озабоченный тем, что вот будет сейчас социализм, а как сделать так, чтобы он не пропал. Вот об этом думал Ленин тогда. Не о том, как завоевать, как провести революцию. Это он тоже думал. Но в других местах, в другое время и в других работах об этом писал. А там он думал, как, чтобы снова он не превратился в капитализм. Поэтому вот он рассматривал этот вопрос и писал. А что такое социализм? И там написал, что да, вот социализм. А уже, здесь он уже слово «социализм» употреблял. Социализм – это просто низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе. Молодой коммунизм, который несет отпечатки и в экономическом, и в нравственном, и в умственном того строя, из которого он вышел. Значит, если коммунизм – это бесклассовое общество, то что такое, какое общество – социализм? Классовое или бесклассовое? Классовое. Ну, молодое. Еще на нем отпечатки есть классового общества. Что получается? Какое выражение? Противоречивое. А вы что хотели? Вы хотели непротиворечивое? Диалектика нам с олепретит. То есть такой коммунизм, в котором есть такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. А что значит полностью уничтожены? Значит, в основном уничтожены, а кое в чем не уничтожены. А как вы себе представляете себе преодоление классового общества? Вот в основном. А что значит в основном? Антагонистических классов нет. Нету при социализме антагонистических классов. Иногда говорят, интеллигенция – прослойка. Какая-то ерунда. Какая она прослойка? Она же не между буржуазией и рабочим классом. А она рядом, наряду. Есть рабочий класс, есть колхозное крестьянство, есть интеллигенция. Она слой, а никакая не прослойка. Никак нельзя ее рисовать. Повторяют, пишут везде, прослойка. Какая прослойка? Берем работу Ленина «Великий почин». Ага, работа эта по размеру очень мала и велика тем, что там определение классов. И там говорится о том, что социализм – есть уничтожение классов. Вот там написано – социализм – есть уничтожение классов. Ленин к этому времени идеалектикой уже владел. И у него формировки идеалектические. Если социализм – есть уничтожение классов. Социализм и классы. Антиподы тут стоят? Если социализм. Или социализм уничтожит эти классы, либо деление на классы уничтожит социализм. Ну, мы это и наблюдаем. Вот результат. Мы вот это видим. Возвратное классовое образование снова появилось. Сначала я говорю, это будет перестройка. Тот, кто вообще внимательным является к словам, понимает, что такое перестройка. Изменить строй. Вы за перестройку? Да, да, мы за перестройку. И как баранчики, смотришь на чего. Ну, наверное, Красный университет нужен только для того, чтобы людей не делали баранов. Ну, как вот такие вещи не понять? Перестрой, изменение строя. А у Ленина написано, что от этих перестроек возникает такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни не знал. Надо меньше перестраивать, а надо поднять культуру и улучшить нашу жизнь. Вот поэтому это такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. То есть социализм и классы друг по отношению к другу стоят как антиподы. Но это вот, это отрицание бесклассовости есть в самом бесклассовом социалистическом обществе. Что оно тут бесклассовое, но не полностью с отрицанием. Ну, вот, товарищ, пример, вот он положительный, а недостатки у него есть. И он вот согласился тут сидеть и вот брать на себя ответственность за такое вот, за такие нападения. Ну, ничего страшного в этом нет. Ну, есть у него недостатки. А есть кто-нибудь? Поднимите руки, у кого нет недостатков. Никто не поднял. Я-то уже не поднимаю. Зачем? Я рассказывать не буду, а то вот сказать, вот он тут лекции читает, а у самого, вот там то, все. Не надо. Пусть думает, что у меня их нет. Ну, мы-то знаем с вами. Тот, кто диалектик изучает, он-то знает, что не бывает людей без недостатков. А как вы думаете, а общество выходит из капитализма, и сейчас прямо вот будет, прямо такой готовый, такой розовенький коммунизм. Вот такой коммунизм не готовый, и он долго от этого освобождается. Какие-то сроки Ленин когда-нибудь намечал? Никогда. Только Хрущев такие глупости говорил. Дескать, вот сейчас будет, через 10 лет будет первая фаза коммунизма, но это вообще болван. Первая фаза коммунизма у нас с 1936 года. С 1936 года. Он это в 1961-м говорит, и люди слушают, как, ну, то есть до такой степени разложения это дело дошло, что люди, видимо, больше слушали, что скажет начальник партийный, а сами это не изучали. Нам повезло, мы находимся в таком обществе, когда сами изучаем. Сами изучаем, потому что нам оттуда они не будут вам пропагандировать. Понятно, я ответил на этот вопрос, да? Значит, социализм не классовое общество. Он? Социализм есть уничтожение классов. Почему, ну, как мне кажется, я сильно не вдавался подробностей. Что, что? Сильно не вдавался подробностей. Я хотел узнать, почему в СССР не пропагандировалась именно сама диалектика, чтобы ее прям изучали партийные работники, те же самые. А почему не пропагандировалась? Вот Ленин пропагандировал, а вы что? Вы взяли Ленина так, это раз, все, все. Ну вот. А, почему? Ну вот есть работа Ленина известная о значении воинствующего материализма. Читали? Так это значит, а что вы говорите в СССР? Ну, потому что вы не читали, вот такие, как вы были в СССР. И не пропагандировали. А Ленин пропагандировал. Вот я поэтому, поскольку Ленин пропагандировал, скажем, появилась возможность издать науку логики, там товарищи помогали, но многие, кто помогает хорошему делу, если будешь делать, будут люди помогать. Попросили меня стать главным редактором этой науки логики. Я первое, что сделал, все предисловия убрал оттуда. И поставил Ленина о значении воинствующего материализма, чтобы никто этого не забывал. Потому что в СССР, вместо того, чтобы поставить Ленина в качестве предисловия, ставили всякие свои предисловия путанные, за которые они получали гонорары. А я, например, своих целей получить гонорар не преследовал. Тем более, что за эту книгу, так сказать, товарищи нам, так сказать, уплатили за издание. Это не на наши деньги издано. Это помощь. Поэтому мы не продавали, и продавать ее не будем. А то, что остается, мы выдаем тем, кто сдал зачет за первый семестр. И вот там говорится о том, и дальше. А дальше в 37-м и 39-м году вышло собрание сочинений Гегеля. Это пропаганда или нет диалектики? Ну, и вот лучшего издания, чем 37-го, 39-го, нет. И мы, как в том 37-м и 39-м году, в этом же виде и издали сейчас. А до этого не так издавали, неправильно. Берут три томика, делают. Ну, написано же у Гегеля объективная логика и субъективная логика. Это сразу ставит вопрос, на какую почву. Легко рассматривать, как материалистическое учение, истолковывать. Если есть объективная логика, это об объективном мире. И субъективная логика, понять их. Нет. Отдельно. Вот возьмите издательство мысль. Первый том, а у Гегеля это книги. Первый том бытие, сущность и понятие. Три на равных. Равноположенные, как сказал бы Гегель. А вот он не хотел, чтобы они были равноположенные. Потому что есть объективная логика. Бытия, а теперь углубитесь в это бытия. Это учение о сущности. А учение о понятии, это уже отражение этого в голове. Ну, как их можно вот так издавать? Или просто в красную собрали. Издательство мысли издало. Хорошее очень издание, крупно так, приятно читать. Но так издали, чтобы это вот стереть. Различие между объективной логикой и субъективной. У нас на Менделеевской линии было Ленинградское отделение издательства наука. И вот его директор, его сейчас уничтожили. Оно издавало науку логики Гегеля. Его уничтожили, его нет. А его директор у нас сейчас профессор. В институте философии, где я работаю, Санкт-Петербургского университета. Товарищ Камнев. И вот он книжку хорошую издал науку логики, в одном томе, черный. Там в начале говорится том первый, том второй. А в тексте уже нет. Как-то так вот. Вот вы спрашиваете, а почему так делали? Родимые пятна капитализма. Да. Михаил Васильевич, какие способы рационального мышления и познания помогают наиболее полно осваивать науки. А почему это должно быть рациональное у вас мышление? Почему вы так вот однозначно прогласили способы рационального? А чем вам рациональное ничего? Вы когда-нибудь иррациональные числа слышали такого понятия, нет? А ведь вы хотите их выкинуть из математики? А что тогда вы так поставили вопрос? Корень из двух рациональное число или иррациональное? А корень из трёх? А что вы делаете? И что вы поставили передо мной такой вопрос? Такую глупую постановку вопроса, извините меня. Я вам говорю, что на мышлении должно быть диалектическим. Это вам кажется некротиво. А вы раз, и вместо него давайте заниматься рациональным. Не будем заниматься рациональным. Какой у нас рацион? Что вы приготовили нам на ужин? Ну, это вот, понимаете, то есть, это вот мы ставим на одну доску, великую на уху, и какие-то вот такие рассуждения непродуманные. Вот я чувствую, вы же это понимаете, но вы не продумали свой вопрос. То есть, я хочу показать, что я же нападать буду на вас. Это не значит, что вы не можете на меня. Нападайте на меня. Ну, только вы нападаете с чем-то таким вот серьёзным. А это всё с этим вот, на палец рациональный. Я сразу от вас защитился. Кто ещё хочет напасть? Вот. Спросить хочу. Ну, в виде вопроса. Скажите, пожалуйста, нужно ли отрицание, понимаете, так же двояко, как идеальность? То есть, как ничто или просто не, или и как определённо взятое, как ничто? Спасибо. Конечно, надо всякое отрицание понимать, как ничто. Потому что ничто – это и есть отрицание. У меня была такая история, выходила моя книжка, по которой потом я защищал докторскую. Назвалась она такая «Плодномерное решение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма» в издательстве Ленинградского университета. И она выходила с большим трудом, потому что мне написал зам главного редактора отрицательный отзыв такой толщины. Ну, поскольку я к этому времени уже диалектику изучил, я объяснил главному редактору, что он у вас на общественных началах, поэтому я даже читать не буду этот отзыв, и всё. Но на год задержали издание. И вот в ходе и тогда главный редактор и её заместитель, они у меня редактировали эту книгу. А редактировать – это очень важно. Они вам предлагают, вы, конечно, автор, можете согласиться, можете не согласиться. Ну, я хорошее брал, а то, что мне не надо было, не брал. И вот они вдруг мне задают вопрос. «А какой? А что такое отрицание?» Ну, я подумал, и ничего не мог ответить. Вот сижу я, главный редактор, я книгу написал, издаю, у меня спрашивают, что такое отрицание, а я стою. Ну, я говорю, должен подумать. Завтра приду. Пошёл я домой. Минут сорок я всё листал, 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 листал. Науку логики. Думаю, есть же у Гегеля-то ответ. Но он там его не выделил специально для меня, и сказать, Михаил Васильевич, отрицание – это вот это. Нет. И вдруг я читаю, там написано. Отрицание – это ничто или просто не? Что я вам и пересылаю ответ. Отрицание – это ничто или просто не? Оно же потом снова встречается? Или это одно и то же по слову используется? Оно всё время встречается. Вся. Вся. Ну, и что? Ну, отрицание. И вы же спросили меня, а что такое отрицание? Отрицание – это ничто или просто не? И это вот ничто. И это встречается везде, потому что всякое противоречие. Одно есть положительное, другое – отрицательное. А отрицание – отрицание? Тут два отрицания. Тут два раза встречается. А если три отрицания, то что? Ну, так идеально встречается два раза, но оно всё время в двух разных формах представляется. Как идейное и как максимальный результат. Ну, а зачем вы, когда спрашиваете одно, притягиваете другое? Ну, я говорю, тут тоже самое. Давайте про трамвайный парк поговорим сразу. Вы же про отрицание хотели, а стали про идеальное говорить. Идеальность есть в двух видах. Идил и идеал. Это, наверное, вы заметили, да? Идил – это означает… А почему должно быть это же с отрицанием? Я не понимаю. Это рассуждение у вас по аналогии. Гегель говорит, что самый худший вид рассуждения – рассуждение по аналогии. Ну, я читаю категорию «ничто». Значит, это отрицание, правильно? А в наличном бытии потом опять идёт отрицание и реальность. То есть, я думаю, это отрицание, которое ничто, или это уже отрицание, определенное взятое… А почему у вас там идеальное не отрицание? Чего вы взяли, что идеальное – это отрицание? Я говорю, что идеальное тоже встречается в два раза… Ну и что? Ну, при чём тут это? Так при чём тут это? Вы берёте, значит, одну категорию, бросаете её, охватаете другую. Идеальная – это категория, это идеальное, а отрицание – это отрицание. Какая связь между ними? Никакой. Почему вы по аналогии хотите перенести то, что относится к ничто, к идеальному? А идеальное – просто два вида. Идеальное – в смысле того, что есть в объективности. Вот идеальные формы какого-нибудь произведения, да? Это разве в голове? Оно – идеальная форма, потому что оно соответствует сущности этого понятия. Соответствующая сущность. Вот что такое идеальное. А если вы берёте идеальное в другом смысле – то, что в моей голове, идеальный образ чего-то на будущее. Это разные совершенно вещи. Здесь это понятие отрицания к этому прямого отношения не имеет. Это разные вещи. И вы их зачем-то соединили и сопоставляли? Не потому что по аналогии, а потому что одни и те же категории встречаются в двух разных отношениях. Это то же самое. Нет, не одни и те же категории, они по-разному пишутся. Ну вот вы же знаете, говорите, правильно, а хотели подтасовать. Идеал пишется через два «и», два «е», если по-русски. А идеал пишется «и», а потом идёт «эй». Ну как же… Ну как же… Что? Ну как же ведь одни и те же категории, когда это разные категории? Я говорю, что отрицание встречается в два разных, в двух разных понятиях. Ну и что? Так а потом, когда ты считаешь, что ты… Почему это оно в двух разных понятиях? Оно всё время встречается. Да и ерунда. Оно встречается многократно. Например, если вы берёте сущность, в учении о сущности, всякая категория, всякая категория – это категория отрицательная. Все категории сущности, все абсолютно. Ну как качество или как ничто? Все как ничто они, все как ничто. Потому что есть учения о бытии, там все категории. Категория бытия, они имеют, а есть и ничто. А в категории сущности, все которые вы проходите, это всё категории отрицательные. Рефлексия – это отрицательная категория или положительная? Отрицательная. Так, дальше. Значит, мы рассматриваем, скажем, тождество. Тождество, оно и есть отрицание различия. Различие есть отрицание тождественного. Основание. Основание – это отрицание основного. Основанное есть отрицание основания. Закон – это отрицание явления. А явление – это отрицание закона. Дальше. Действительное – это отрицание недействительного. Но где? В явлении И так всё время То есть всё учение о сущности А вы говорите, вот, отречается два раза Да не два раза, там Всё учение о сущности построено на отрицании Категория Категория сущности отрицательная Но из-за этого так трудно её рассматривать Вы её берёте, а она отрицательная Как вы её берёте, не так, как надо Ну так вот физики, например, изучают Движение элементарных частиц Они через что изучают? У них есть камера, заполненная газом по следу След это движение частиц? Нет Частица, чтобы понять, как движется частица Они берут её отрицание Это же не частица, это же просто, так сказать Картинка того, как она двигалась То есть вы в своём вопросе Закладываете неверное утверждение И поэтому у меня такая реакция на ваш вопрос Неверное утверждение Оно не два раза, а постоянно повторяется Вся наука логики построена на том, что постоянно имеет место утверждение и отрицание Умный значит не дурак Дурак значит не умный Ну что тут Вы найдите лучше наоборот Попробуйте найти такое слово Которое бы не содержало в себе отрицания Красивый значит неплохой Небезобразный Новый значит не старый Вы какое-нибудь слово назовите мне Которому я не мог бы придать отрицательный характер Вот, например, или так Некоторые люди, которые, так сказать, не брезговали Для тем, чтобы, так сказать, кого-то запачивать Говорили, вот сегодня Маяковский выглядел Вроде бы прилично Во-первых, он только сегодня выглядел прилично Это первое отрицание Во-вторых, вроде бы прилично Второе отрицание Маяковский Одно отрицание Второе Поэтому Если вы читаете науку логики Там все движение Связано с постоянным отрицанием Ну вы перешли от одного к другому Значит отрицали это Там же идет не просто А пойдем, перейдем теперь к этому Там такого нет Это рядоположенность Если это что-то отрицается То вы перешли к другой категории Тогда та уже Она ушла в основание Или она ушла Так сказать В него обрана В следующую категорию Более сложную Мать – это отрицательная категория Она положительная Но она содержит В себе отрицание ее детей Она же не ребенок Она же мать Но с другой стороны Вы можете сказать Ну мать-то она сама была ребенком Значит она и отрицательная Раз она человек А если у нее двое детей Два отрицания у нее Да, два отрицания матери Заодно и отца Это вас удивляет? Нет Поэтому Надо приучать себя к тому Чтобы Так же часто обращаться с отрицанием Как вы обращаетесь с бытием От бытия к бытию И перехода такого вообще нет Переход бытия в бытие Нету такого Следующий вопрос Давайте На каком основании Мы выделяем 36-й год Как переход В первой стадии коммунизма Потому что Например Со средневековой Европой Мы же не можем Угадать точную дату Когда та или иная страна Пишла капитализм Ну или там Страны Города государства Во-первых Во-первых Вы зачем-то растянули Свой вопрос Первый вопрос был у вас хороший На каком основании Мы выделяем Там 36-й год Как дата Когда можно указать Построение социализма Зачем вам притянули Вы сюда Европу? Европа никакого отношения К 36-му году И к построению социализма Не имеет Зачем вы сюда Вообще притянули? Вот когда человек Что-то изучает Он должен мусор Скидывать Вот всякую Ненужную Со стола своей Умсенова И тогда он может что-то понять А вопрос у вас содержательный Почему мы в 36-м году? Потому что к этому времени Уже не осталось Ни одного Частно-собственнического уклада А какие у нас были уклады? Вы можете сказать Мне ответить на вопрос? Какие у нас были уклады После того Когда началось Строительство социализма? Давайте так Владские хозяйства Сохранялись и после войны Просто это был Умединые Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не boards Вы ответьте Какие были уклады? Какие были экономические уклады В советской России? Сколько их было и какие? Вы можете ответить? Не можете А я могу Значит Были А есть такая Работа у Ленина Экономика и политика В эпоху диктатуры пролетариата. Вы её не читали, а я её читал. Я не сам придумал, не думайте, что я такой умный. Но, значит, один стоит на плечах гигантов, а другой пытается спрыгнуть и где-то подбирать какие-то огрызки того, что там пишут, какие-то мелкие пигмеи. Так вот, первый старый, самый старый уклад был патриархальный. У нас были патриархальные крестьяне, которые что-то производили, в том числе они производили и даже сами и только питание для себя, но и одежду, и пряли они, и прялки были. Я сам родом из Тамбовской области, я видел эту прялку, которая стояла, и пряли они. И, соответственно, и сами они изготавливали валеную обувь. Естественно, они вязали парижки, шапку, ушанку шили и так далее. Ничего они не покупали, ничего, никакого товарного, ну, кроме, может быть, соли и подсолнечного масла, больше ни в чем их участие в рыночной деятельности не состояло. И это патриархальный уклад. Вот если у нас сейчас есть люди, которые держат дачные участки, если они бы не работали нигде, а только бы этим занимались, то они, что производят, помидорчики, огурчики, закатывают себе в банки, и все. Они же не идут на продажу, правильно? То есть это патриархальный уклад. Второй уклад – это мелкобуржуазный. Что такое мелкобуржуазный? Вы знаете, что такое мелкобуржуазие? Кто такой мелкобуржуаз? Нет, кто такой мелкобуржуаз? Определение. Интересно, вы задаете мне вопрос, а определение не знаете. Мелкобуржуаз – это мелкий хозяйчик, я отвечу, мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Не важно, что он делает. Важно, что он делает своими средствами производства. сам трудится, сам имеется в виду он и его семья. Сам. Или если у него есть работники, то они трудятся меньше, чем его семья. Допустим, у него 8 детей, а еще 4 наняты рабочих. Дети по 12 часов, а эти по 8. Или по 6 трудятся, подрабатывают. Вот это мелкобуржуазный уклад. А в чем смысл мелкобуржуазный? Потому что они не производят то, что им самим нужно. Сами они могут себе производить то, что надо для пищи. А на продажу лук или огурцы, или они специализируются на моркови. Мало ли, что они делают. Или зерно производят. Это мелкобуржуазный. Вот второй уклад. Третий уклад. Частно-хозяйственный капитализм. После национализации средств производства советской России был советским государством. Что, все национализировали или нет? Не все. Вот то, что не национализировали, значит, эти капиталистические предприятия образуют какой уклад? Капиталистический. Третий уклад. Четвертый уклад. Госкапитализм. А почему это госкапитализм? Они национализированы социалистическим государством. Государством рабочего класса. Диктатуру. Да потому что они потому что еще пока не может государство никуда их направить. Они не действуют, эти предприятия в общественных интересах. А почему не может? А почему не успело? Ну не успело. Вчера национализировали. И что там? То, что было, то и есть. Им говорят. А что делать? А делайте что? Что делали? А где брать сырье? А берите там, где брали. Но прибыль отдайте, пожалуйста, государству. А как они отдают? Они себе положат вот такую зарплату, как сейчас делает Роснефть или Газпром. Роснефть 30 миллионов закладывает в этим членам наблюдательного совета. А всю честность прибыль отдает государству. Честно. А, скажем, Сбербанк, а теперь он Сбер называется, этот Сбер 24 миллиона платит членам своего совета тоже, руководящего органа. А кроме того, вы, наверное, знаете, как устроены наши госпредприятия сейчас в России. Они там 50% акций плюс одна принадлежат государству. Ну, остальные и наши, и иностранные капиталисты. А влияние, может быть, и при этом председатель, может быть, совет, так сказать, иностранец. Короче говоря, эти вот предприятия, они все делают, как капиталисты. Делали, ничего не решает государство, а государство здесь просто берет прибыль. То есть, оно стрижет эту прибыль, но поскольку решает на ней государство, а те решают, сколько положить зарплату руководящему составу, то государство остатки только собирает. И это поэтому временная такая вещь. И государство думает, ну, ничего, мы скоро план наладим, и это дело прекратим. И, наконец, последний уклад, пятый, как называется? Ну, как называется? Вот я, затем уже коммунистический он. Что тут думать? Ну, если строят коммунизм, социализм, даже коммунизм, уже разбирали. Значит, хоть один-то должен, из пяти, хоть один-то должен быть коммунистическим тогда укладом. Вот он и есть. Но сначала он, с чего начинается? С чего начинается становление? С ничто. Вот объявили, что вот это, да, эти государственные предприятия. Вот то, что успели по плану направить уже, и организовывают, и получение сырья, и работу, и, так сказать, запланировано, кому это будет передано, и так далее, и установлены зарплаты, и установлена прибыль плановая, и так далее. Вот это уже уклад коммунистический. И вот дальше пошло движение. И вот когда это движение закончилось, когда не осталось ни одного уклада, кроме социалистического, это вот, это очень легко посмотреть, просто смотрим, а сколько осталось частных предприятий. А нисколько не осталось, мелкие кустари, и так далее. В основном все предприятия социалистические, значит, построен социализм. Вот и все. Когда это произошло? Вот когда произошло, тогда это и называется 36-й год. Произошло бы в 56-м, 56-й бы был, а если бы был 27-й, 27-й бы был, это как это? Или в Китае, там миллиард 400 миллионов, вы можете сказать, за сколько лет закончится переходный период? Я не могу. Это страшное дело. Я вообще удивляюсь, как там люди, как прокормить такое количество людей? Миллиард 400 миллионов, а у нас, ну, 300 миллионов было. Еще и меньше было в России. У нас быстрее поэтому получается, а попробуй в Китае. Поэтому когда, что такое 36-й год, почему объявили? Ну, объявили, потому что все, не осталось. Колхоза надо было кооперировать, потому что самый главный сектор был большой, частный, хозяйственный, капитализм. Это не госкапитализм. Госкапитализм быстро, вот уже с 28-го года у нас пошло плановое хозяйство, и к 36-му году уже пятилетки были, и планомерно работали в общественных интересах. Все, это уже общественная собственность, на средства производства в реальности, а не в названии предприятия. Вот государственное предприятие, да какая разница, как написано, важно, в чьих интересах оно действует. Вот оно уже действовало в общественных интересах. А основная масса сельхозпредприятий были отдельные, частные капиталисты. Нет, или мелкобуржуи. Частные капиталисты, это кто? Кулаки. И они были уже и с машинами, и с, так сказать, хорошими посевными семенами и так далее. То есть, у них уровень был высокий. От того, что вы коллективизируете, ничего не изменится. Надо было сделать 200 тысяч тракторов, создать сеть машино-тракторных станций, чтобы обрабатывали на государственной земле, государственными же средствами производства, а с колхозами заключить контракты. И тогда государство, организовав сельское хозяйство, победило и вот этот сектор. И этот сектор перестал быть частным и стал социалистическим. Оказалось, две формы общественной собственности, две формы подчинения производства общественным интересам, государственная и кооперативная, колхозная. Все, 36-й год. Ну, 35-й, 36-й. Как получилось, такой год и поставили. И наоборот. Если вы, например, начали разделять и убирать, убрали машино-тракторные санкции до 50-го, до 61-го года, и начали уничтожать систему государственного плана управления. Помните, был переход от министерств к саннархозам. Опять, саннархозы определение были, когда еще социализма не было. Это наладано, так сказать, дышащее управление. Что такое саннархозы? Местные советы управляют хозяйством. Вот они местным образом управляют. Никакого планирования в масштабах народного хозяйства нет. То есть, когда это началось, это было разложение, обратный ход. Так, следующий вопрос. Отрицание, отрицание. Это что такое? Это очень трудный вопрос. Да вы же сами спрашиваете, потому что в нем же и ответ есть. Отрицание, отрицание. Это отрицание, отрицание. Ну, если я выскажу одно положение, а потом сделаю одно отрицательное положение, а потом выскажу, сделаю действие прямо противоположное, то что получится? Получится отрицание, отрицание. Вот, например, я приводил такой самый большой пример, который можно привести по отношению к обществу. Был первобытно общинный коммунизм. 90 тысяч лет. Переход к рабовладению – это отрицание? Отрицание. Переход от рабовладения к феодализму – это отрицание частной собственности? Нет. Переход от феодализма к капитализму – это отрицание частной собственности? Нет. Значит, тогда переход уже от капитализма к общественной собственности – это отрицание частной собственности, возвращение к коммунизму. Поэтому в данном случае отрицание, отрицание – это возвращение к тому, что было до первого отрицания. Но с обогащением. Ну, естественно, с обогащением, да. Поэтому отрицание, отрицание – это, так сказать, вот такой вход истории. Это очень важно понимать. Второе отрицание – всегда утверждение. Вот почему Маркс и Ингелий Голи – «Всего наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности». Чтобы уничтожить частную собственность, что нужно сделать? Создать общественную собственность. Вот. Поэтому выразить-то можно одной фразой, но понятия этого, глубины тут и конкретности нету. То есть надо понимать, как это строится. Такое уничтожение частной собственности. Это не то, что вы её уничтожили. Взяли и сожгли. Взяли и растоптали. И ванна не изжечь, а не растоптать, а превратить в общественную собственность. А это созидательная задача. Вот эта созидательная задача является отрицанием отрицания. Отрицанием частной собственности. Которая являлась отрицанием общественного характера производства. Частная собственность отрицает общественные характеры производства. А отрицание частной собственности восстанавливает соответствие характера производства, характера производительных сил. Производительные силы общественные, производственные отношения общественные, собственность общественная. Вот и всё. То есть отрицание, отрицание – это ход движения в развитии. Развитие идёт путём отрицания, отрицания. Да? Может быть, не знаю, неправильный вопрос, но вопрос про 17-й год и революция – это уже захват власти силой. 17-й год – это не революция. Революция – это не 17-й год. А революция – это что такое? Это переворот в общественных отношениях, когда на место реакционного класса у власти становится класс прогрессивный. В 17-м году в России произошла социалистическая революция. Её называют переворотом, когда все эти наши буржуазные деятели, потому что это правильно они говорят, это переворот. Но это какой переворот, который вместо старого класса отживающего, реакционного, ставит на главное место, на руководство класс передовой, рабочий класс пришёл на место класса капиталистического. Вот это был такой переворот, который называется революция. А если что-то переворачивает, то бочку вы перевернули, а это не революция. Вот. А теперь вопрос, что когда это всё откатилось назад, то есть сейчас уже 30 лет у нас как-то разрушается. Почему 30-то? Почему с 90-го-то? Почему так она откатывается-то? У нас становление капитализма идёт с 61-го года. В 91-м году у нас уже капитализм наступил снова. У нас начал капитализм развиваться уже созидательно. У нас, между прочим, в 90-м году уровень промышленного производства был в два раза ниже, чем в Советском Союзе. А вот теперь он достиг почти такого же уровня, только не в области машиностроения и не в области станкостроения. Вот этого уровня, того, который был до 90-го года, так и не достигли. У меня, в общем, был вопрос именно относительно сопротивления. В большинстве... А в чём вопрос-то? Вопрос в том, как ускорить или приблизить момент такой же, как в 17-м году. Я думаю, другого пути, кроме как сначала обучиться в Красном университете, нет. Разобраться в этих вопросах. Потому что если я хочу народ куда-то повезти, то либо я его должен повезти, как некоторые обманщики ведут за собой. Неизвестно, кто он такой, куда ведёт, зачем ведёт. Вы же должны... Вот правильно вы меня спрашиваете, чтобы я вас куда-то не завёл, неизвестно куда. То есть вы же должны сами разобраться в этом. Так вот, для того, чтобы вы сами разобрались, вы сюда и пришли. А уж насчёт скорости... Ну, посмотрим. Иногда бывает очень быстро. Иногда события очень быстро разворачиваются. Просто надо быть к этому готовым. По крайней мере, я хочу сказать, что у нас, вот благодаря той деятельности, которая была, тех сил, которые были коммунистическими в России, у нас перерыва в коммунистической деятельности не было. Как, например, если вы возьмёте сейчас, то тут уже другие страны, социалистические бывшие, а там как будто провал, и начинает всё сначала. Когда у нас закрыли КПСС? В 1991 году Ельцин закрыл. Когда зарегистрировали Российскую коммунистическую рабочую партию, которую мы создали? В 1991 году, в декабре. Вот летом они закрыли, а в декабре появилась РКРП. Из РКРП появилась потом рабочая партия России. У нас не было никакого пережива в плане того, что не было коммунистической организации. Нам кто-нибудь препятствует? Вы видите какие-нибудь препятствия в нашей коммунистической работе? И я не вижу. У нас, правда, иногда вот пытаются наши газеты, так сказать, помешать их распространять. Мы такую памятку сделали каждому, выслали распространителей. Написано, что воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов, если вы распространитель, вы журналист, наказывается до двух лет лишения свободы. И всё, и охранники теперь, значит, выходят, дайте гретку, и всё. Но заходить не обязательно вот прям вот совсем к заводу, потому что у них там есть своя территория, и могут начать говорить, что это вот наша территория, зачем вы заходите. У меня был такой инцидент с работниками в метро. Я распространял газету «Народная правда» у Лесной. Ну и какая-то девушка какую-то тоже такую патриотическую газету распространяла. Эта девушка говорит, вот идёт сейчас, нас сейчас заберут. Ну, говорю, заберут, так заберут, и что дело такое. Подходит товарищ, говорит, ну пройдёмте, пошли в пункт милиции, в метро, завели нас в метро. Вот мне этот лейтенант говорит, а вы законы знаете? Я говорю, да как раз вот и знаю. А вы знаете, что газеты нельзя распространять? Нет, газеты можно везде распространять, это не торговля. Есть указ президента Ельцина, и есть закон средствах массовой информации, который говорит о том, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов до двух лет лишения свободы. Ну, хорошо, говорит, а вот вы знаете, что здесь особые условия в метро? Конечно, говорю, знаю. А какие у нас особые условия? А вы можете мне не разрешить, а можете разрешить. Разрешите, пожалуйста. Он так подумал, говорит, разрешаю. Но в следующий раз придёте, зайдите ко мне, скажите, что вы пришли, и, пожалуйста, распространяйтесь. То есть, вот вы, ну вы разве не наблюдаете, нам кто-нибудь препятствует? Ну вот вы видите, скажем, вот Ленру, она что, там мало чего говорит против капитализма? Или вы ещё считаете, надо давать? Вы же, по-моему, всё, что можно сказать, всё там говорите. У нас буржуазная демократия. Буржуазную демократию мы используем. Это не фашизм у нас. Мы против фашизма. Буржуазная демократия – это очень хорошо. Это плохо по сравнению с социализмом. По отношению с фашизмом, по сравнению с тем, очень хорошо. А вот когда люди говорят, мы не признаём результаты голосования в Беларуси, так они не признают буржуазную демократию. А что тогда будет с ними? А их будут бить дубинками? А как вы понимаете, ещё демократия? Демократия – это форма государства, форма насилия. Вот вы сейчас выйдете и скажете, мы не признаём этих ваших. Не признаёте? Да и не признавайте их. Пошли с нами. И вас для выяснения личности куда-нибудь там заключат. А потом сейчас выяснить личность нетрудно, но они сначала чай попьют. Потом поразговаривают, а потом пощёлкают на своём компьютере, выяснится, что вы есть. У вас с собой паспорт есть? Ну хорошо. А так вообще, если человек без паспорта, для выяснения личности могут задержать на два часа как минимум. И никаких с вашей стороны не может быть возражений. А если паспорт, не имеет права уже. Ну надо знать права и пользоваться ими. Я уже говорил о том, что нет у нас господствующей идеологии. Не записана она в Конституции. Я думаю, что будет марксизм. А вы как думаете? Товарищ лейтенант. Вот и всё. Ну и что? Мы соревнуемся. А что вы хотите? На практике пока так. Они объявляют, как будто они знают, что они. Ну они пускай объявляют, но они кто слушать-то будет? Там же неинтересно всё, скучно, что они преподают. Это же немыслимое. Люди-то не дураки. Они же различают. Поэтому не пользуются этим большим успехом. Да. Так. Ещё. Меня зовут Алексеевич Васильевич. Вопрос. Значит, ещё вот ваш вопрос и вот ваш вопрос. И всё. Какая есть хорошая книга, по которой можно изучать историю Советского Союза? Которую можно что изучать? Историю Советского Союза. Историю Советского Союза. Ну есть вот такой шеститомник «История социалистической экономики в СССР», академический, например. Если вас история такая глубокая интересует, ну такая с фактами, с данными. Очень интересная и полезная. Вот. Есть вот учебник, например, под редакцией Филиппова, да, для школы. Новейшая история о России. Тоже хорошая. В наше буржуазное время созданная. Неплохие. Вот. А ну так вот, как бы специальные такой вот книги по истории, такой цельный, я бы не назвал. Есть прекрасная работа, например, Зюганова. Ой, не Зюганова, Ваганова. Ваганова, который был начальником главного архивного управления. Правую клону ВКПБ его разгром. Вот, может, хорошее это по истории. Потом есть Иванова и Шмелёва. Книга «Ленинизм» и идейно-политический разгром троскизма. Тоже можно изучать. Потом историю СССР вы по собранию сочинений Сталина можете изучать. Часто, наконец, сделали уже 18 томов. Там есть и книги, которые захватывают и период военный, и период восстановительный. То есть вот до 50-х годов вы, так сказать, книгам Сталина можете картину полную создать. Причём это самый краткий вариант. Почему? Потому что на съезды и в ЦК выходили такие вопросы, такой важности, что самые важные. А более мелкие вопросы не выходили. Поэтому какие-то историки могут в деталях копаться. А вот, так сказать, серьёзное движение истории. Прямо читайте подряд, и у вас будет картина. Вы Сталина не прочитали? Не успел ещё. А я в этом году прочитал, и у меня многие картины, которые у меня были не ясны, стали ясны. А у кого это возьмёшь? Надо же, чтобы был какой-то человек надёжный, и который на самом деле этим занимался, а не говорил с чужих слов. Так, у вас был вопрос, пожалуйста. Целовально, как Михаил, хотел узнать, где можно найти форму для создания первичной профсоюзной организации. Что конкретно писать, что вы... Значит, вот в своё время меня просили, сделали такое, как создать профсоюз. И на сайте фонда рабочей академии, Ленинградской, там есть, как создать профсоюз. А, просто что писать там? Да, профсоюзная организация. Есть какую-то лекцию... Ну, там написана просто статья моя висит. А, статья. Да, как создать профсоюз. Вот, и вы можете это прочитать. Теперь я хочу сказать, что не усложняйте себе жизнь. Чтобы создать профсоюз, нужно три человека. Вы закон о профсоюзе... Нет, да, да. Вы прочитали? Есть, просто... Прочитали? Прочитали. Так вот, самое главное – не сойти с дороги. Потому что, как только вы, так сказать, начнёте заниматься тем, и пойдёте регистрировать профсоюз, выбивать помещение и прочее, ещё какие-то формальные вещи делать. Что такое профсоюз? Профсоюз – это союз работников одной профессии. Три человека нашли, вы один есть, ещё два. Даже больше ездить, даже помещение есть. Вы учредили? Нет, ну, надо говорить, что бумага. Подожди, что вот. Да подождите. Какую бумагу? Ну, в смысле... Какую бумагу? Зачем бумага вам? Какую бумагу? Вам профсоюз или бумагу? Нет, ну... Вам шашечки ли ехать? Нет, ну, я говорю, люди-то как бы есть формально, это уже считается, получается, профсоюз? Нет, это не считается. Формально это и считается формальным. Вот я чувствую, что вы формалист. Нет, я... Вас профсоюз не интересует. Вот сядьте, вот как мы сидим, вот сейчас вот мы хотим сделать профсоюз этих учащихся Красного университета. Сейчас проголосуем, уже организован. Ну, этот он слабый, он не по профессии. Почему? Потому что каждый там есть свой коллектив. Никакого особенно тут коллектива нет, вы индивидуально будете обучаться. Поэтому это не здорово делать профсоюз. А вот если у вас есть работники одной профессии, то у них интересы одинаковые. Раз одинаковые интересы, то их можно выразить. А раз можно их выразить, значит, можно и организовать. Значит, вы проголосовали, напишите протокол учредительного собрания, избрать председателем такого, казначеем вот такого, а третьего контролёром. Потому что это казначей, чтобы профсоюзный взнос не умокнул. И взносы кому вы собираетесь сдавать? Собирайте сами, и пусть хранит казначей, и всё. На что вы будете? Может, какие-то листовки, может, вы закажете какие-то газеты, и так далее. Или как-то ещё будете пользоваться. И делайте. Когда у вас будет в организации тысяча человек, тогда можно подумать, не нужно ли вам освобождённого секретаря. Я бы не советовал, потому что сплошь и рядом постоянные измены. Пока он сидит у вас, вот ваш товарищ, он действует как все. Потом он тоже хочет повысить условия, улучшить условия труда и повысить зарплату. Но он же перестал быть уже рабочим и стал освобождённым. У него уже другая работа, у него другие условия труда и другая зарплата. И тогда он легко идёт уже на сделку и с совестью, и с капиталистом. Уже легче. Поэтому рецепт один. Лучше сделать два председателя. Если у вас набирается денег на одну профсоюзную ставку, то один месяц один работает освобождённым, а другой другой. Значит, после того, как вы побудете месяц, к вам придёте обратно на свою работу, вам рабочие скажут, что они по поводу вашей деятельности думали. И соответственно, и вашему товарищу. То есть вы остаётесь рабочим, вы не перестаёте быть рабочим. Вы наполовину рабочий, наполовину нерабочий. Но всё-таки вы наполовину рабочий. И поэтому вы не оторвётесь. А вот когда люди оторвались, они начинают думать, как им улучшить своё положение. А тут как раз и работодатель говорит, слушай, давай я тебе буду приплачивать. И платят, и всё хорошо. И мир, и дружба. А вы остались без руководителей, без профсоюза по существу. Поэтому не цепляйтесь за бумажки. Бумажки нужны, бумажка вам нужна, чтобы избрали такой, запишите протокол, что этого избрали, этого избрали, этого избрали. Если вы установили 1%, например, от зарплаты, от доходов, взносов, так вы установили своим решением. Если вы решили, что сумма велика, вы можете другую сделать сумму. Теперь есть Федерация профсоюзов России, туда может входить первичная организация. Будет у вас там человек 150 или 200, или 300, то можно подумать о том, чтобы вы вошли. А так вы куда входите? У вас какой профсоюз? Как называется? Ну, название должно быть как. Ну, если вы учреждаете, ну как, у вас завод, у вас есть фамилийный, и профсоюз должен быть каким-то названием. Если вы входите в другой профсоюз, тогда зачем вы это создавали? Тогда лучше проведите там переворот. Переизберите. Не получается, создайте свой. И оттуда не выходите. Будет у вас ядро того. Оттуда не выходите. И организация вашего профсоюза пускай входит в Федерацию профсоюзов России. И программу можете прочитать. Она есть на сайте. Зайдите на сайт авиадиспетчеров или наберите Федерацию профсоюзов России. Ее председатель добился того, чтобы туда могли входить не целые профсоюзы только, а и первичная организация. И вы будете туда входить. А здесь оставайтесь, чтобы вам организовывать. И будете ядром в своем этом старом профсоюзе. То есть надо думать о том, как бороться, а вы думаете, какую бумагу написать. Это разные вещи. На этом наше сегодняшнее занятие завершается. Спасибо, товарищи, за внимание. Желаю вам всем успешных занятий. И следующее занятие здесь же, 13 числа. Вы можете сюда прямо приходить к 19 часам, но чуть пораньше, чтобы раздеться и приготовиться к занятиям. Занятие будет проводить, по-моему, Юрков, да, Кирилл Валерьевич? Очень вам его рекомендую, он меня моложе и лучше. А Гегель знает очень хорошо науку логики, вам рекомендую. А спросите, а список литературы какой-то? Кто? Сегодня очень познакомлено. Кто с литературой? А я вам разве не назвал сегодня работы? А вы потом работали обязательно. Капитал Маркса я вам назвал. Науку логики назвал. Генгельское происхождение семьи, частной собственности, государство он назвал. Коммунистический манифест назвал. Положение рабочего класса в Англии назвал. Критику гостской программы назвал. Государство революции Ленин назвал. Полное собрание сочинений Ленина и Сталин назвал. Вам мало? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо.